Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Ну, а я все по выставкам, да по выставкам. И вот на Винзаводе, который я очень люблю, Центр современного искусства Винзавод, обновились выставки практически все сразу с 13 апреля. И будут они все продолжаться примерно какие-то дома и какие-то там плюс-минус. Ну, в общем, пока они действуют. И вот одна из выставок здесь называется «Коллективная выставка. Туманность Андромеды. Религии внеземного спасения». Проходит она в галерее In Art Gallery by Ксения Подайницкая. Режим работы всех галерей почти здесь, на Винзаводе с 12 часов до 20 часов. И очень во многих галереях, ну, выходной понедельник. И даже, я точно помню, что галерея Треугольник, вторник выходной день. Итак, выставка «Туманность Андромеды. Религия внеземного спасения». Ну, я вам прочитаю, конечно же, что написано об этой выставке на сайте Винзавода. Значит, спасение этого религиозного мировоззрения предельно желательное состояние человека, характеризующееся избавлением от зла, как морального порабощенности греху, так и физического смерти и страдания, полным преодолением отчуждения и свободы. Вот здесь в галерее In Art Gallery by Ксения Подайницкая. Групповая выставка «Туманность Андромеды». Религия внеземного спасения. Пространство галереи превратится на месяц в кабинет философа, решившего вслед за многими визионерами до него, что единственный шанс человека и человечества на выживание и счастье начать новую жизнь вне планеты Земля. Доказательства того, что такой эскейп уже происходит с нами, он находит повсюду. В газетах, артефактах древних цивилизаций, личных инсайтах творческих людей. Осталось только соединить эти факты и найти секретный код, который поможет выбраться. Религия становится площадкой его изысканий. Так вышло, что всем нам пришлось столкнуться с беспрецедентными поворотами судьбы, и реальность вокруг зыбка, горизонт планирования сократился до 24 часов. Магическое мышление, заменяющее настоящие причинно-следственные связи ритуалами, особенно остро проявляется в признанных ситуациях, когда мысль логически становится невозможным. Заменяя прямое действие ритуала, мы успокаиваем себя тем, что делаем все, что в наших силах. Эскапизм и повторение привычных, наполненных смыслом действий дают ощущение стабильности и спокойной совести. Про жертв тем привлекательнее, чем он в большей степени удален от реальной жизни. В классических религиях местом спасения становилась загробная жизнь. Шанс на новую жизнь, справедливую и счастливую. В современном наукоцентричном обществе таким спасением становится космос. Для того, чтобы совершить экзистенциальный переход, больше не обязательно умирать. Не случайно тема космоса будоражит умы ученых, писателей и художников, не теряя своей актуальности уже столько столетий. С начала времен люди поднимали глаза к небу в поисках справедливости. Все предметы, попадая за горизонт событий черной дыры, подлощаются ею без возможности когда-либо выбраться обратно. Плотность внутри нее бесконечно увеличивалась. Согласно теории Мишель Файнкер, если я правильно произношу, Файнкер, рано или поздно это приводит к большому взрыву, рождая новая вселенная. В одной из этих вселенных находится и наш мир. Возможно, и наш эскапизм рано или поздно приведет к открытию, которая поможет нам построить новый счастливый мир. Здесь множество художников. Это Василий Слонов, Антон Грузнецов, Анна Русова, Анастасия Лучша, Алина Мира, Александр Подоржельский, Алан Хатарты, Владимир Дубосарский, Древной Принц, Даша Мальцева, Евгений Сахацкий, Екатерина Попченко, Елена Троходкина, Елизавета Залиева, Маргарита Баранова, Мария Сафронова, Марсель Ялалов, Мастерская ОКО-ЕМ, Михаил Рубанков, Настя Миро, Ольга Яшина. Ну, множество, множество. Я настолько далека от этой темы, что даже не стала вот каждую картину и вот это вот произведение описывать подробно. Ну, потому что я очень, на самом деле, далека от всего этого. Мне здесь не все понятно. Но, тем не менее, я сюда забежала, заскочила, посмотрела и решила поделиться с вами. Всем большое спасибо за внимание. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и, конечно же, здоровья. Я считаю, что время от времени все-таки нужно смешивать наши с вами прогулки по Москве, где мы ходим по улицам, переулкам, смотрим дома, парки и так далее. Вот с такими выставками. Ну, потому что Москва – это не только улицы и переулки, но и выставки, музеи и прочее. Всем большое спасибо еще раз за просмотр. До свидания, до встречи, будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok